Глава 2. Книги «Наука быть богатым и великим. Волос Ботов». Глава 2. Наука обретения богатства. Страница 34. Наука обретения богатства существует, и это точная наука, подобная алгебре или арифметике. Есть точные законы, которые управляют процессом обретения богатства. Как только мы изучим их и подчинимся им, мы неизбежно станем богатыми. Обладание деньгами и собственностью – это результат определенных действий. Становятся богатыми те, кто действует определенным способом – осознанно или случайно. Другие, как бы они ни старались и какими бы способностями ни обладали, остаются бедными. Это естественный закон, причинно-следственная связь. Любой человек, научившись поступать определенным образом, неизбежно станет богатым. Это утверждение истинно и подтверждается следующими фактами. Богатство не зависит от окружающих условий. Если бы это было не так, то все люди, живущие в определенных районах, были бы богатыми. Жители одного города были бы богаты, а другие – бедны. Все граждане одного государства купаются в богатстве, а соседнего прозебали в нищете. Но мы не видим, что богатые и бедные живут по соседству. В одной и той же среде и часто занимаются одним и тем же делом. Значит, обретение богатства не связано с окружающей средой. Да, некоторая среда более благоприятна для обретения богатства, чем другая. Но когда два человека занимаются одним телом и живут в одном месте, но один из них становится богатым, а другой разоряется, это показывает, что обретение богатства является результатом определенных действий. Более того, способность действовать определенным образом не зависит исключительно от таланта. Многие талантливые люди остаются бедными, а те, кто почти не обладает никакими способностями, становятся богатыми. Изучая наживших богатства, мы выясняем, что они во многих отношениях люди довольно средние, не обладают особыми талантами и способностями. Совершенно очевидно, что богатство они достигли вовсе не потому, что у них есть таланты и способности, которыми не наделены другие. Нет, все дело в том, что они действовали определенным образом. Обретение богатства не является результатом экономии или скупости. Многие скупцы бедные, тогда как настоящие транжиры часто получают богатство. Богатство не является результатом делания чего-либо, чего не могут сделать другие. Два человека могут заниматься одним и тем же бизнесом, но один станет богатым, а другой нет. Из всего этого можно сделать вывод о том, что обретение богатства – следствие осуществления действий определенным образом. Если так, значит любой мужчина или женщина, действуя подобным образом, станет богатыми. И это абсолютно точный научный факт. Однако, не является ли определенный образ действий настолько сложным, что следовать ему могут лишь немногие. Мы говорили, что богатыми становятся и талантливые люди, и самые заурядные, и настоящие интеллектуалы, и абсолютные тупицы, и физические сильные, и также больные. Конечно, способность мыслить и осознавать необходимо. Но если говорить о природных способностях, то любой человек, способный читать и понимать прочитанное, может стать богатым. И мы с вами уже убедились в том, что богатство не определяется окружающими условиями, хотя местоположение играет некоторую роль. Ведь невозможно жить посреди пустыни Сахара и успешно вести бизнес. Богатство связано с общением с другими людьми и пребыванием там, где такое общение возможно. Если окружающие будут готовы общаться с вами так, как это вам необходимо, тем лучше. Но ситуация здесь точно такая же, как и с окружающей средой. Если кто-то в вашем городе смог добиться богатства, значит, сможете это сделать и вы. Если в вашем государстве кто-то смог стать богатым, сможете и вы. Богатство не зависит от выбора конкретного бизнеса или профессии. Люди становятся богатыми в разных сферах деятельности и профессиях. И нередко их соседи, занимающиеся тем же самым делом, прозябают в бедности. Конечно, наибольших успехов можно добиться в той сфере, которая вам нравится и приходится по душе. Если вы обладаете хорошо развитыми талантами, то лучше всего заниматься тем, где они могут проявиться. Стоящее дело должно подходить для окружающих условий. Кафе-мороженое в теплой стране принесет больше прибыли, чем в Гренландии. А разведение лосося увенчается большим успехом в Скандинавии, чем во Флориде, где лосось вообще не водится. И все же, за исключением ограничений, продиктованных здравым смыслом, богатство не зависит от того, каким бизнесом вы решили заняться, а лишь от вашей готовности действовать определенным образом. Если вы уже занимаетесь каким-то бизнесом, и кто-то в вашей местности добился богатства в этой сфере, а вам это до сих пор не удалось, значит, вы действуете не так, как тот человек. Отсутствие первоначального капитала – непрепятствие на пути к богатству. Конечно, если у вас он есть, путь к богатству будет более простым и быстрым. Однако тот, у кого есть капитал, уже богат. Ему не нужно раздумывать, где найти средства. Сколько бы бедны вы ни были, начав действовать определенным образом, вы начнете богатеть, и ваш капитал начнет расти. Получение капитала – это часть процесса обретения богатства. Это та часть результата, которая приходит сразу же за готовностью действовать определенным образом. Вы можете быть самым бедным человеком на своем континенте, можете быть по уши в долгах, но как только вы начнете действовать определенным образом, то неизбежно станете выбираться из нищеты. Если у вас нет капитала, вы его получите. Если вы занимаетесь не тем делом, вы смените род занятий. Если вы живете в неподходящей местности, то вы переездите туда, куда нужно. И для этого требуется лишь в том деле, которым вы занимаетесь сейчас, и в той местности, где вы живете сейчас, начать действовать определенным образом, тем самым, который приносит успех. Отрывок из книги «Наука быть богатым и великим» читала Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Продолжение следует...